Ну что же, нам остаётся ещё немножко в речи Рексимаха, она не такая длинная, как речь Павсания, и нам остаётся несколько решающих моментов. Следовательно, в музыкальном искусстве есть знания любовных началов, касающихся слоя и ритма. Впрочем, в самом состоянии гармонии и ритма нетрудно заметить любовное начало, и любовь здесь не двойственна. Да, в гармонии есть только любовь противоположностей, потому что любовь одинаковостей – это не гармония, а это просто однотомность, продолжение самого себя. В результате чего можем сказать, что у каждого искусства как бы существует две части – практическая и теоретическая. Проблема заключается в том, что теоретическая часть велосипедного искусства имеет дело с дисгармонией, имеет дело с болезнью, а теоретическая часть музыки имеет дело с гармонией, с естественно установленной гармонией. Но только и практическая, и теоретическая надо сделать гармонию. Нет, на практике вы можете плохо исполнить мелодию, и у вас получится всё не так. Но в теории плохо исполнить мелодию невозможно, мелодия сама по себе гармонична. — Но не сейчас. — В смысле? — Когда? Ну сейчас можно... — Ну сейчас, понятно, да, что точно так же, как поэзия сейчас, может быть, обращена вперед, а не только назад. — Да, 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 да. — Но если, как и все другое искусство, кроме музыки, имеет дисгармонию в теле? — Лачебное искусство, да, да. — Ровно как и остальные? — Как и остальные, не знаем, но сейчас мы увидим другие искусства, которые как бы могут быть гармоничными. — Таким образом, Эликсимах превозносит музыкальное искусство над своим собственным и показывает, что в музыкальном искусстве есть естественная гармония, естественное соединение противоположностей. Это беда. — Но когда гармонию ритм нужно передать людям, то есть либо сочинить музыку, что называется мелопией, либо правильно распровести уже сочиненные лады и размеры, что достигается выучкой. — Ну, я боюсь, что это просто опечатка мелодии, конечно. — А, да. — Ну, я надеюсь. — Прошу прощения. — Не-не-не, ничего страшного. — Как и остальные ритм нужно передать людям, то есть либо сочинить музыку, что называется мелодией, либо правильно воспроизвести уже сочиненные лады и размеры, что достигается выучкой, тогда эта задача трудна и требует большого искусника. — Да. Как только мы отступаем от идеи к реальности, так сразу у нас возникают трудности и в медицине, и в музыке. Сразу смотрите. Быть может, есть такое искусство, где воплощение искусства неотделимо от теоретической части искусства. — Да. — Композитор, ну, точнее, музыка ведется посредством, ну, в общем, композиторы ее сочиняют. — Соответственно, композитор, он играет ее идеально. — Нет, ни в коем случае. — Нет, композитор, как только вы воплощаете какую-то музыкальную мелодию, вы всегда можете сфальшивить. — Ну, это мы с вами, а композитор, который ее сочинил... — Подождите, а чем композитор, не человек, что ли? — Нет, он же сочинил гипотеорий. — Ну и что? — Нет, смотрите. На патитуре его мелодия всегда выглядит идеально, а в реальности исполняется она всегда по-разному, всегда неидеально. — А вы спросили, когда искусство для практики какие-то теории... — Да, да, гипотеорий не подходит. — Я-то, конечно, намекал в естественную сторону, в которую нельзя не намекнуть в такой ситуации. — Математика. Практика математики и теория математики — это абсолютно одно и то же. Там только идеальные фигуры, идеальные цифры идеально сочетаются друг с другом. Эликсимах не будет говорить о математике. Он будет говорить об искусстве, схожей с математикой. Почему? Потому что математика ничего не дает. Часть искусства или часть особенностей искусства заключается в том, что это искусство влияет или связано с окружающей действительностью. Зачемное искусство помогает людям. Музыка вселяет в людей какие-то чувства. Флейта и Лила. Математика никак не связана с… — Помогает жить. — Нет, это… Как только вы говорите, математика помогает жить, в смысле, как только вы говорите про какое-то воплощение математики, вы слабоете про другое искусство, не связанное с математикой. Ну, например, врач может считать ваши колории. Он их считает? — Считает. Но это же не математика, да. — Ведь тут снова вступает в силу известное же положение, что угождать следует людям умеренным, заставляя тех, кто еще не отличается умеренностью, стремиться к ней, и что любовь умеренных, которую нужно беречь, это прекрасная небесная любовь. Это эрес музы Урании. — Урании. — Урании. — Муза небесная. Урании — это муза астрономии. И сейчас мы до этого дойдем. — Эрес же полигимнии пошут. — Полигимния — это муза гимнической поэзии, поэзии гимнов. Смотрите, Эликсимах пытается, естественно, уколоть своих противников, других присутствующих здесь, представителей искусства. Кто это? Мы не знаем, каким искусством занимается Федор, и мы не знаем, каким искусством занимается Пасанией. Мы знаем, что то, чем занимается Сократ, это, в общем-то, и не искусство вовсе. Аристадем тоже непонятно, кто такой. — Аристафон и Аристафон. — Поэзия. — Конечно. И он говорит, что низкая муза — это муза поэтическая, в то время как высокая муза — это муза астрономии. Сейчас до этого дойдем. Муза неба. Кажется, хотя Эликсимах сказал нам, что его бог, бог его искусства, он создан поэтами, на самом деле поэзия постепенно по отношению к тому, что делает его искусство. Проблема в том, что муза урания — это, конечно, не муза его искусства. И следующий говорящий, издеваясь над ним, а следующий говорящий — это Аристафан, и он не может не пошутить, скажет, что он будет восславлять свою музу. Потому что только что на него напали. — Эликсимах выславляет свое искусство, Аристафан выславляет свою музу, Агафон снова выславляет свое искусство. Агафон не понял, что на него напали. Аристафан понял? Агафон копирует Эликсимаху и говорит, что он тоже так хочет. Аристафан говорит, что он не так хочет. Или это связано с тем, что они все-таки поменялись в порядке сидения. И Агафон, сидящий рядом с Эликсимахом, вдруг оказался сидящим рядом с Аристафаном. В смысле, слышащим Аристафана потом, а не сначала. Вдруг появляется у нас интересная штука, а именно умеренность. До этого Эликсимах ни про какую умеренность не говорил. Он говорил про сочетание несочетаемого. В конце концов, он говорил про гармонию, которая является сочетанием несочетаемого. Каким образом вдруг в этой ситуации появляется умеренность? Сейчас, 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 я хочу, чтобы вы не ответили на этот вопрос. Эликсимах врач, с его тирады начинается пир. Ну, точнее, с заявления Повсания, конечно, которое превращается в тирады Эликсимаха. С этого начинается пир. К чему призывает Эликсимаха? И в чем? Эликсимах призывает умеренности в питье вина. Иными словами, неумеренность означает то же самое, еще больше, подобное, стремящееся к подобному. Вино к вину, секс к сексу, музыка к музыке, насилие к насилию и так далее и тому подобное. Поэтому он, как врач, выступающий против естественной любви, то есть плохой любви, то есть болезни, выступает за умедность, за сопротивление естественному стремлению подобного к подобному. То есть он против пидростии? А это хороший момент. Не зря я вам говорил, что нам очень сложно понять, какую именно точку зрения Эликсимах занимает по отношению к пидростии. Его это не интересует. В лестнице Диатимы за любовью к прекрасному телу, Федора, следует любовь к прекрасной душе, Повсаний, за которой следует любовь к прекрасным наукам. Прекрасная наука – это его наука. И он уже не интересуется никакими телами и душами. Его не интересуют сладкие мальчики. Точно так же, как они не интересуют Аристафана и Агафона. Ну и, естественно, Сокрова. Но мы хотя бы поняли, откуда происходит его стремление к умеренности. То есть это не философская позиция, а это его профессиональная медицинская позиция. Которая, опять же, я напоминаю, зависит от страшной предпосылки, на которой вообще и строится превознесение его искусства. И которая как бы не должна работать. Ну, логично, что он приходит к умеренности, потому что там у него есть знания. Какой фонс у него есть умеренности и знания. То есть это умеренности и знания получается. Просто у него это специальное медицинское знание, а у Сократа это... Да, но проблема-то в том, что судьба это абсолютно неправильное знание. Потому что то... И тем не менее идет. Да, и тем не менее она идет к умеренности. Да, это тоже очень хорошее замечание. Когда Диатима будет говорить о трех типах точек зрения, она скажет, существует только три позиции. Мнение. Правильное мнение. И знание. Знание нам не достуно, оно только для богов. Правильное мнение подразумевает, что мы утверждаем знание, но не знаем, почему это знание. Не можем доказать, почему именно это знание. И, соответственно, просто мнение, это когда мы утверждаем, что ты не имеешь отношения к знанию. Эксимах обладает правильным мнением. Он утверждает умеренность, но не понимает, как обоснована эта умеренность. Эржеп Полигиней пошел, и прибегать к нему, если уж дело дошло до этого, следует с осторожностью, чтобы он принес удовольствие, но не породил невоздержанность. Точно так же и в нашем ремесле очень важно верно направить желания, связанные с поварским искусством, чтобы удовольствие не оказалось чревато заболеванием. И вдруг Эксимах говорит нам, отбросим все эти представления любви. Есть два типа любви, умеренная и неумеренная. На самом-то деле вот о чем идет речь. И тут он добавляет, что правильное сочетание, о котором он говорил, а ведь ранее он говорил, я постараюсь вам процитировать, о вытеснениях. Ведь врачевание это по сути наука о вожделениях тела к наполнению и опорожнению. И кто умеет различать этих вожделений прекрасной дурной, тот сведущий врач, а кто добиваясь перемены заменить в теле одно вожделение другим, создавая нужное вожделение там, где его нет, но где оно должно быть, и удаляя ненужное там, где оно не должно быть, тот великий знаток своего тела. Ранее он говорил, плохая любовь должна быть заменена хорошей, а теперь он говорит, хорошая любовь должна быть дополнена плохой, умеренность должна быть дополнена неумеренностью, стремление к удовольствию должно быть дополнено стремлением к здоровью. И тут же он добавляет поводское искусство. Что значит поводское искусство? Поводское искусство значит как можно больше того же самого. Зачем нужен врач? Чтобы вовремя остановить того, кто ест слишком много того же самого. Но нельзя не есть то же самое. Эрик Симах, начиная издалека и рисуя нам как бы правильную позицию плохой и хорошей любви, и следовательно идею о том, что мы должны следовать только хорошей любви, как и Павсаний, и выбрасывать плохую за дверь, заканчивает тем, что он говорит, что немножко плохой, немножко хороший. Немножко удовольствия, немножко здоровья. Этот вывод он каким-то образом делает из своих слов о музыке. И казалось бы, его речь должна быть закончена этим хорошим и правильным выводом. Я пропагандирую уверенность, но я говорю вам, немножко вина, удовольствие вы можете сделать. Вы можете выпить. Однако он не останавливается, потому что в его превознесении наук или искусств, в его превознесении техне, он не превознес еще и другие какие-то техне. Итак, и в музыке, и во врачевании, и во всех других делах, и человеческих, и божественных, нужно, насколько это возможно, принимать во внимание обоих эроссов. Итак, высшее искусство, кажется, должно было бы заключаться в соединении противоположностей высокой и низкой любви. Высокое здесь, как мы уже понимаем, это удовольствие. А низкое – это здоровье. Но здоровье звучит плохо. Здоровье слишком низко. О чем говорил предыдущий оратор? О добродетели. Соединение удовольствия и добродетели, быть может, это высшее искусство. Соединение двух противоположностей. Но соединение удовольствия и добродетели – это явно не занятие врачебного искусства. Как нам только что показал сам Эрик Симах, занятие врачебного искусства – это соединение удовольствия от еды и умеренности в еде. Он связан с поварским искусством. С добродетелью врачебное искусство не связано. Хотя оно связано с умеренностью. Вы понимаете немного шутку? Умеренность – это и есть добродетели. В смысле, либо врачебное искусство не связано с добродетелью, и тогда умеренность – это не добродетель. Либо связано, то есть либо умеренность – это добродетель, но тогда Эрик Симах на саманову. Ибо и тот, и другой там присутствует. Даже свойства времен года зависят от них обоих. И смотрите, он переходит от своей «космической» картине к природной картине и говорит нам сейчас, что вообще-то два эрота – это противоположности, и, следовательно, врачебное искусство должно соединять их обоих. Мы вообще-то начинали с идеи о том, что врачебная искусство как раз и является здоровым эротизмом. Есть плохая любовь – любовь похожих, и есть хорошая любовь – любовь противоположностей. И врач, занимаясь врачебным искусством, занимается установлением любви противоположностей. Но проблема Эрик Симаха в том, что больная любовь и здоровая любовь – это противоположности. А значит, врачебное искусство должно заниматься соединением плохой любви и хорошей. Мы дошли до этой точки, то есть удовольствие и добродетель, например, или, как и в его случае, нездоровых привычек в виде со здоровыми привычками в виде. Отлично, замечательно, всё здорово, а потом начинается катастрофа. Даже свойства времена года зависят от них обоих. Когда ночами, о которых я говорил, теплом и холодом, сухостью и влажностью, овладевает любовь умеренная, и они сливаются друг с другом рассудительно и гармонично, год бывает изобильный. Он приносит людям, животным и растениям здоровье, не причиняя им никакого вреда. Но когда времена года попадают под власть разнузданного Эроса, Эроса-насильника, он многое губит и портит. Теперь он говорит нам, что у нас вообще-то есть гигантская проблема. Два Эроса, соединяясь вместе, образуют погоду. Он говорит, когда побеждает один, одно происходит, когда побеждает другой, другое происходит. Они делают это вместе. Есть ли какое-нибудь искусство, которое управляет погодой? Вот остальное. Так и Эликсимах вынужден будет сказать, конечно оно есть, сейчас я вам его расскажу. Его нет. Если искусство-астрономия на самом деле не управляет погодой, а погода иногда бывает хорошая, то есть, если искусство неприменимо к этой вещи, то эта вещь естественна, а если она естественна и иногда бывает хорошей, то искусство не нужно. И бедный Эликсимах начинает с тройной силой себя скапывать, потому что сейчас он скажет, что существует, и мы посмотрим, что это за искусство. Давайте. Ведь из-за этого обычно возникают заразные и другие болезни, поражающие животных и растения. Иными словами, болезнь, говорит Эликсимах, есть результат вот этой проблемы. Искусство, которое лечит болезнь, следовательно, должно на самом деле лечить не болезнь, а эту проблему. Поэтому то искусство, которое лечит эту проблему, будет явно выше врачебного искусства. И? Ибо и Инии, и Град, и... Медвяная роса. Медвяная роса происходит от таких преувеличенных, неумеренных, любовных навожделений, знания которых, когда дело касается движения звезд и времен года, именуются астрономией. Да, эта доктрина взята у Эмпидокла, и мы можем посмотреть это все в Аристотеле «Метафизика» 985а-230. Дело в другом. Итак, астрономия решает все эти проблемы. Вопрос. А астрономия – это разве не чисто теоретическое искусство? Астроном может предсказать, будет ли завтра буря, но он не может накликать завтра бурю. И изменить. Ну, естественно, да, не может ничего изменить. В то время как врач поможет изменить. Так в том-то и проблема, что если болезни вызываются астрономическими явлениями, в кавычках астрономическими, то искусство астрономии должно находиться выше, чем... Да? Это раз. А во-вторых, если эти болезни вызываются астрономическими явлениями, а иногда вызываются, а иногда нет, но астрономия на них может повлиять, то получается, что бывает хороший естественный порядок. И что для естественного хорошего порядка искусство не нужно. Вообще никакое не нужно. Вот благодаря этому мы понимаем, почему он не может на астрономии остановиться. Почему ему нужно еще более высокое искусство, чем астрономия. Потому что астроном никак не влияет на происходящее. А то искусство, о котором он будет говорить дальше, как бы влияет на происходящее. Хороший естественный порядок, он же нейтральный? Не-не-не, так больше нет. Хороший естественный порядок – это тот, который несет здоровье. А плохой – это тот, который несет болезнь. То есть это он как врач оценивает с точки зрения своего искусства. Хорошо здоровье, плохо болезнь. Но и жертвоприношение, и все, что относится к искусству гадания, и в чем состоит общение богов и людей. Искусство гадания – это искусство мантика. Тоже связано ни с чем иным, как с охраной любви, с одной стороны, и врачеванием ее с другой. Итак, люди и боги – это противоположности. Раньше у нас не было с этим проблем, но теперь к этой идее добавляется другая идея. А именно, здоровый эрос и больной эрос – это тоже противоположности. Иными словами, правильное искусство сочетания противоположностей – это искусство, которое сочетает две противоположности – больной и здоровый эрос – в двух других противоположностях, например, людях и богах. Это не искусство, которое избавляется от больного эроса. Это искусство, которое заставляет его, которое уменьшает его и которое соединяет его со здоровым. Понятно, что, смотрите, больной эрос в случае богов – это их любовь к друг другу, их стремление к друг другу, их стремление жить вместе. В случае людей – их стремление к друг другу, их стремление жить вместе. Здоровый эрос – это эрос, который будет соединять людей и богов. Таким образом, правильное искусство мантика – это искусство, устанавливающее гармонию между людьми и между людьми и богами. И мы тут же добавляем и между богами. Церковь нечестие возникает обычно тогда, когда не чтут умеренного Эроса, не угождают ему, не отвечают ему во всем первого места, а оказывают в свете почести другому Эросу. Идет ли речь о родителях, живых ли, умерших ли, или о богах? Достаточно. А теперь проблема. Асклепий – это человек, ставший богом. Если люди и боги противоположны, как Асклепий мог из человека стать богом? Он соединял все? Нет, конечно. Может, он соединяется? Нет, смотрите, если бы он соединил это все, он так бы и оставался человеком. В смысле, он как минимум бы оставался человеком. Но он был богом. Да, да, но он там стал богом, он был, по легенде, он был полубогом с самого начала, он был сыном Аполлона, который стал богом. Ну, значит, отец Аполлона ровал ему бессмертия. Нет, он стал благодаря своему искусству. Но с точки зрения Эриксимаха, противоположное не может соединиться. Люди и боги противоположны, а значит, Асклепий не мог стать из человека богом. Он вообще не мог быть, потому что полубога тогда... Ну, именно поэтому Эрос — это вселенская сила, а не бог. Но чем он тогда заканчивает? Если Асклепий не бог, и он не мог быть богом, значит, тот, кто его сделал, тоже не мог быть богом. В смысле, значит, его никто не сделал. Кто его сделал? Эриксимах прямым текстом говорит нам, вы, ребята, здесь присутствующие, его и сделали. И я повторяю для вас. Второй, кто будет превозносить свое искусство — Акафон. И он закончит свою речь идеей о том, что это поэты создали всех богов из тщеславия. Эриксимах с ним согласен. Хорошо, давайте дочитаем про искусство Монтике и поговорим о нем потом. На то и существует искусство гадания, чтобы следить за любящими и врачевателем. Вот и получается, что гадание — это творец дружбы между богами и людьми, потому что оно знает, какие любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычами. Смотрите, какие любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычами. Почему не людей и богов? Потому что Монтике не может влиять на богов. Как и астрономия, Монтике может только сказать, что боги готовят нам завтра. В смысле, будет ли завтра буря или не будет. И в соответствии с этим корректируется человеческое поведение. Возьмите зонтик или не возьмите, да? Выходить на улицу или не выходить. Но это значит, что Монтике не может влиять на богов. И значит, это искусство такое же, как и астрономия, в своей практической части не работающее. По идее, Эрик Симах двигается в обратном порядке, от высшего искусства к низшему. На самом деле, как мы уже понимаем, он двигается от низшего искусства к высшему. Но даже в этом он проваливается, потому что, говоря, что медицина есть низшее искусство, а Монтике высшее искусство, он в то же самое время говорит, что медицина может влиять на происходящее, а Монтика не может. Да, но и медицина, и Монтика не мог влиять на богов. Так о чем лечь? Медик нет. Медицина может делать что-то с людьми. Монтика не может... Медика тоже может делать что-то с людьми, когда мы берем зонтик. Вы же что-то сказали. Вы хорошо мыслите. Да, это так. Высшее искусство было бы искусством, если бы оно устанавливало дружбу между людьми-богами. Между двумя высшими противоположностями. То есть, если бы оно могло влиять на людей-богов. То есть, больше живого искусства нет? Но оно может влиять только на людей, а значит, оно не может устанавливать дружбу между людьми и богами. А значит, это не высшее искусство. И даже если мы возьмем восхождение снизу вверх, а не сверху вниз, он снова ошибается. Вот сколь большим и многообразным, вернее сказать, неограниченным, могуществом обладает всякий вообще эрос. Но эрос, который у нас и у богов ведет к благу, к рассудительности и справедливости, этот эрос обладает могуществом поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться между собой и даже с богами, которые совершеннее нас. Финальный твист, финальный поворот, финальный клиффхенд в этой речи выглядит следующим образом. Если люди и боги – это противоположности, значит, люди и боги – это враги. Люди и боги – естественные враги. Искусство мантике было бы классным, если бы оно смогло соединять богов и людей, создавать дружбу между богами и людьми. Но оно не может влиять на богов. А значит, боги всегда наши враги, и мы не можем ничего с этим поделать. Асклепий – это бог или нет? Если да, то величайший благодеятель людей Асклепий превращается в речи Павсания в величайшего врага человечества. В одного из величайших врагов человечества. И его искусство тоже? Ну, если он враг людей, то, наверное, что-то не так с этим искусством. Почему боги враги? Что надо сделать, чтобы не принять? Так как боги и люди – это противоположности. А противоположности враждуют... В личных случаях нет. Да, 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 да. Все правильно. А противоположности враждуют между собой. То единственный способ становить любовь между ними – это искусство. И потому, если существует искусство, устанавливающее любовь между людьми и богами, то люди и боги – это противоположности, то есть враги. В рождении у вас, враждебность – это все, что разделено, да? Все, что противоположно друг другу. Горячая и холодная враждебная? Селеная и сладкая враждебная? Не знаю, нет. Но боги же могут любить людей? Очевидно, нет, не могут. Без искусства нет, не могут. Не, ну подождите. Там бывают такие случаи, когда тот, когда бог прожил... Именно поэтому Эрик Симах с самого начала ни на какую традицию не ссылается, а говоря о поэзии, говорит о поэтах, которые присутствуют здесь и сейчас. Но боги – это же тоже традиция. Так я о чем вам и говорю? Все эти рассказы мифологические о том, как Зерс превращается в лебедя и насилует женщину, или как он превращается в быка и насилует женщину, или как он превращается в орла и насилует женщину, да, да. Все эти истории, они, конечно же, принадлежат традиции, и никакого отношения к разумному поведению людей не имеет. Помните, традиция нерациональна. А медицина должна быть рациональна. Ну вот. Ну а тогда зачем он вообще может быть? Как и все предыдущие. Раторы, он пытается что-то сделать, но у него не получается, да. Хорошо. С другой стороны, люди не могут влиять на богов. Не могут. Боги могут влиять на людей. Боги делают так, что противоположности притягиваются, потому что иначе не было у мира. Поэтому... Боги делают так, что мужчины и женщины сходятся вместе. Люди и боги. Они же могут влиять на мусли. Это тоже замечательно. Но тогда это А. Никуда не девает под позицию, что люди и боги это враги. И Б. Никуда не девает под позицию, что высшее искусство людям не принадлежит. Нет, хорошо. С высшим искусством остаемся в стороне. Ну. Я про вражду людей. Вы же только что подтвердили идею о том, что люди и боги это враги. То есть, естественно, они враги, но только благодаря искусству существуют вместе. Причем это искусство даже не наше искусство, а их искусство. То есть, наше положение зависит от того, хотят ли наши враги жить с нами или нет. Они нас создают. А мы ничего не можем делать. Они целы, которые свои враги. Это вопрос о том, насколько совершенна божественное искусство. Да. Давайте я попытаюсь предупредить вас о следующем говорящем и сказать вам, что те мифы и те истории о богах, которые рассказывают присутствующие, все-таки не стоит вводить дальше. Есть какие-то точки, когда мы говорим, вот здесь мысль мы понимаем, а дальше она становится слишком запутанной. Потому что если мы начнем серьезно воспринимать то, что говорит Ристофан, столько проблем появится. Нет, он говорит, что всякая противоположность враждебна другой. Поэтому они не сходятся естественно, а сходятся только благодаря искусству. Что подразумевает, что все, что противоположно, враждебны друг другу. Кошки и собаки, горячие и холодные, соленые и сладкие. Скажите, что это все, что разделено, все враждебны друг другу. Нет, все, что противоположно, не все, что разделено. Вы и елка, это разные вещи, но вряд ли вы противоположны. Возможно, что и я в своем похвальном слове Эресу многого не сказал, хотя это получилось не по моей воле. Это второй говорящий, который извиняется. Если первый говорил, я не подготовил речь, этот говорит, получилось так, не потому что я так хотел. Но если я что-либо упустил, твое дело, Аристофан, дополнить мою речь. Впрочем, может быть, ты собираешься восхвалять этого бога как-либо иначе. Нет, остановитесь, твое дело, Аристофан, дополнить мою речь. Аристофан понял, что сказал Эресимах, и Аристофан шутник, поэтому он будет рассказывать о войне между богами и людьми. Которая при этом, естественно, закончится полным поджением несчастных людей. Впрочем, может быть, ты собираешься восхвалять этого бога как-либо иначе. Ну что ж, изволь, кстати, и твоя икота прошла. Да. Эресимах заканчивает, передает эстафетную паучку Аристофану и говорит, что его искусство достигло успеха. Давайте мы на этом остановимся. Мы многое что обсудили в Эресимахе. Есть ли у вас что сказать по заключению его лича? Да, я бы хотела, как всегда, обобщить. Да, 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 конечно. В итоге, Эресимах, у него была цель восхвалять врачевание. В итоге он достигает его тем путем, что он говорит, что для соединения противоположности, которые приводят к гармонии, нам нужно именно искусство. Тем самым он опровергает, что боги любят нас и тра-ля-ля. Но в итоге эта цель его достигнута, что искусство... Нет, конечно. Нет, оно не достигнут, потому что оно не высшее искусство. Во-первых, с самого начала понятно, что оно не высшее. Затем, когда он говорит о погоде, выясняется, что искусству вообще-то не нужно для достижения гармонии. Потому что, как вы видите за окном, иногда погода бывает нормальной. Не идет ни дождь, не стоит зной. Но мы не достигли этого с помощью искусства. А значит, порядок иногда естественен. Может ли быть здоровым человек, который не общается каждый день с врачом? Да, конечно. Вот. И еще у него вопрос. Значит, в итоге нет, он не достиг своей цели. И самое страшное, что когда он начинает свою речь, он начинает с того, что эрот не бог, а космическая сила. За ним стоят Гераклит и Эмпидокл. Мы должны говорить о научных вещах, а не о детских глупостях. А заканчивает он разговор об искусстве Мантике и предсказания и установлении дружбы между богами и людьми. Но это иронично же с его... Нет, это абсолютная серьезность. Потому что когда он доходит до погоды, он понимает, что никто не управляет погодой. Кто управляет погодой? Бог. Конечно. Поэтому мы не можем влиять на погоду напрямую, но мы должны иметь способность влиять на богов. Мантика. А Эрик Сима, он вред в этих богов? Изначально кажется, что нет. Но его аргументация настолько плохая, что мы не можем сказать, верит ли он. Но его картина была катастрофическая. Люди и боги враги. Хорошо, тогда получается, та ступень вот в этой любовной иерархии, когда у нас любовь к наукам, она тоже как-то слабоватая. Смотри, понятно, что она слабоватая, но вы задеваете правильную струну. Любовь к красивым наукам, не ко всем, только к красивым. Из перечисленных Эрик Симахом наук. Какая наука красивая? Потому что в ней есть изначально... Да, 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 да. Я вас сразу сбиваю куда. На самом деле не музыка, а математика. Философия начинается с этой проблемы. В смысле, над академией есть надпись. Кто знает. Геометр, да не войдет. Но опять же, математика с точки зрения философии, это самое первое, самое низкое знание. Почему математика самая красивая наука? Потому что она и в теории, и в практике... Абсолютно, да, 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 потому что теория и есть практика. У нас есть теоретические искусства, которые хороши только в теории, астрономии, у которых нет практики. У нас есть практические искусства, которые плохи в практике и в теории, медицина. Есть такие, которые хороши в теории, но плохо на практике, музыка. И только математика объединяет практику и тюрьму. Но когда он говорит о матике, он не говорит о том, что это искусство влияет на боговый, он говорит о том, что... Да, да, именно это и проблема. Что, ну да, что она создает дружбу. Что она влияет на людей, показывая людям, что такое благочестивое, каков обычай. Да, да, да. То есть, смотрите, он доходит до астрономии, говорит, блин, как-то так получается, что мы не живем в пекле, то в потопе. А значит, порядок естественный. А какое искусство управления погодой? Астрономия. Ну, оно же не управляет, оно просто тоже... Так в том-то и дело, что она не управляет. И тогда он должен сделать следующий шаг. Если погода иногда бывает хорошей, а мы ей не управляем, значит, ей управляет кто-то другой. Есть какое-то другое искусство и какой-то другой искусник. Ну и какой у него выбор есть? Это боги. Но если боги занимаются этим искусством, то его искусство плохое искусство. И человеческое искусство вообще низкое искусство. И тогда он говорит, есть суперчеловеческое искусство. Опять же, унижая собственное искусство. Которое управляет богами, а потом показывает, что не управляет. А в чем смысл тогда вообще астрономии есть? И лучше, например, в отец цель богам, не знаю, как... Ну, так это же восхождение. Смотрите, я же вам говорил, что изначально спуск, он говорит, мое искусство лучшее, а потом спускается вниз. И как бы гимнастика и земледелие должны нам подсказать. Естественно, врач стоит выше, чем гимнаст и земледелец. Потом он сбивается на музыку, астрономию и мантике. Мы говорим, хорошо, хорошо, хорошо. Может быть, это не спуск, а восхождение. Но проблема заключается в том, что мантике и астрономия ни на что не влияют. И это и не спуск, и не восхождение. Да. А теперь возвращаясь вот к моему вопросу насчет... И женщины могут, естественно, рожать без всякого искусства. Помните, вы со мной спорили? Да, да, да. То есть пришли к этому же, что, естественно, они это все делают и без всякого искусства. Да. То есть так же, как иногда погода складывается хорошая, без всякого искусства. Точно так же, как бывают здоровые люди, которые не обращаются к врачу каждый день. Да? Да. Понятно. Понятно, потому что все, кого прошли, они на фото выросли свои концепции. Они, как некоторые женщины, по ходу говорения, уезжают. Вообще, что они говорят, даже как-то выкручиваются. Вы можете так сказать, но вы должны помнить, что все это написано Платоном с определенной целью. Поэтому это написано именно так. И одна из этих целей, или одна из задач, вы можете сказать, выставить этих людей недалекими. Но для того, чтобы выставлять людей недалекими, не нужна философская литература. Справилась бы и комедия. То есть Алист Пан мог бы написать то же самое, только с более явными шутками, и мы бы над этим смеялись. То есть вы хотите сказать, что Платон это журналист, он берет интервью. Ни при каких обстоятельствах. Это не настоящий диалог. Платон показывает нам определенное восхождение к философии. И стадии этого восхождения. И почему мы не можем остаться на какой-то из стадий. Опять же, я напоминаю вам, что из всех речей, только речь Павсания превратилась в известную фразу. Платоническая любовь, в которой сейчас подростки, как это правильно сказать, стращают друг друга. Слышали ли когда-нибудь про платоническую любовь? Да, да, конечно. Говорил бы кто-нибудь, что любит вас платонически, или готов к этому. И что вообще это высшая форма любви, потому что это любовь к душе. А значит главное, какое вы внутренне, а какое снаружи. Ну, мы же об этом уже сто раз говорили, да? Да. Что такого в том, что медицина, она вот сегодня, ну вот этому человеку нужна, а этому не нужна. То есть в этом нет ничего страшного, что при одних родах она используется, при других не протяжении. Что такого? Точно так же, как Павсаний не мыслит союза мужчины и женщины, в смысле без еще одного мужчины, потому что он, видимо, не может иначе. Точно так же Эликсимах, он должен обосновать, зачем нужно его искусство. И, естественно, его искусство нужно всегда и всем. Нет, ну оно нужно, безусловно. Нет, а получается, что не нужно. По его же словам, получается, что не нужно. Хорошо. То есть я применю Платон, он пишет пересказ Периската, да? Ну, я говорю с начала, то есть его там нет. Ну, понятно, да. А Платон очень сократил. Да. Нет? По-моему... По-моему... Какой очевидец? Какая-то показывает вам. То есть какая-то задача, где Платона с Атимой? Нет, 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 нет. Сократ пересказывает свою речь Диатимой. Аристодем рассказывает пересказ Сократа Аполлодору. Аполлодор пересказывает ее Главкону. Агал. Зачем нам? Нет, 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 нет. Это все написано Платоном. Там Платона нет. В своих философских произведениях, во-первых, Платон нарушает завет Сократа никогда ничего не писать. Потому что считает, что этот путь неправильный путь. Во-вторых, все его произведения литературные, а не строго философские, как у Аристотеля, а не трактаты. И, значит, Платон претендует на более высокий уровень. Он показывает свою фигу поэтам, которых он превзошел, создав такие произведения. Но остальные были исторические? Никто никогда не думал, что все персонажи Платона настоящие персонажи. Точно так же, как я указывал вам уже, что есть... То есть, если этот диалог Платон выдумал? Создал его, конечно. Конечно. И получается, что он подумал каждую речь персонажей Федора и по всему... Конечно! И все это параллельфтическое упражнение в создании философа. Или, по крайней мере, в ответе на вопрос, кто такой философ. То есть, он в одном произведении свои собственные силы и мысли соединил кучу разных мнений? Да, при этом ни одно из этих мнений не его лично. Его мнения здесь нет. Его мнение только выводимо каким-то образом из мнений всех присутствующих. И не надо забывать, что помимо мнения есть еще и драматическая часть. Что помимо философской, смысловой части, есть еще и драматическая часть. А есть драматическая часть? Нет, подожди. Ксенофон написал пир, но мы не знаем, написал ли он в ответ Платону или нет. Хорошо, а пирующий. Это не значит, что пир был. Да. Пирующий – это произведение Аристафана, про которое он вообще ничего долго сказать не может, потому что оно было самым первым, и от него сохранились только фрагменты. И один из фрагментов упоминает некоего Аристодема. Мы знаем, что в пире Платон во многом отвечает Аристафану. И на критику Платона, и на критику, высказанную в облаках. То есть и на критику Сократа. Поэтому мы говорим, каким-то образом эти вещи могут быть связаны, хотя бы потому, что Аристодем оказывается действующим героем в пире у Платона. То есть связь есть, я на нее указываю, но я не могу вам точно сказать. А у пире Синамонда Сократ присутствует? Да, но падений нет, все остальные люди другие. Более того, если бы это был исторический пир, мы могли бы сказать, что очевидно, что Сократ пировал не один раз. Не, ну вот как-то здесь тоже как бы исторический пир? То есть есть более-менее четкие годы, как бы четко забыли? Вы открываете трагедию Шекспира Кориолана. А там Кориолан, Локры, война, точное действие, дата. Это что значит? Шекспир тогда был и все это описывал? Они нужны для того, чтобы указывать на конкретную ситуацию, на актуальность диалога, на трудности, на проблемы, на то, почему он вообще происходит. Что происходит? То есть планово им сделать первые минуты по историческому пупу кашу? Да, потому что есть диалоги без исторической даты вообще, есть диалоги, в которых историческая дата пляшет как бешеная. Протогор это очень пример. Вроде бы мы точно знаем, когда Протогор приезжает в Афину второй раз, а вроде бы в самом Протогоре Протогор говорит, я недавно смотрел комедию, а мы точно знаем, что она была поставлена 20 лет после его смерти. Вот, и у нас получается такая Алиса в Стране Чудес. Время как бы есть, а как бы его и нет. И здесь будет та же самая проблема, потому что один из присутствующих, Алистофан, заявит об одном историческом событии, которое явно произошло после пира. Намного после пира. Есть ли еще какие-нибудь по отношению к Ригмаку вопросы? Что ж, тогда давайте прочтем интерведиу и, наверное, на этом в этот раз закончим. И Алистофан ответил, да, прошла, но только после того, как я расчихался. И я даже удивляюсь, что пристойное поведение тела достигается таким шумным и щепотным способом. Да, что прекрасное достигается уродливым. И это ровно то, что вообще-то, по идее, делает Алистофан. Он делает уродливое, комедию, а достигает, так как это философская комедия, прекрасных целей. Ведь икота сразу прошла, стоило мне несколько раз чихнуть. Да, и кажется, что Эликсимах сам себя опроверг. Потому что икота – это отвратительное, это ненормальное состояние. И чихание – это ненормальное состояние. Но вместо того, чтобы притягиваться, они уничтожили одно другое. Ну что ты делаешь, дорогой, возразил Алистофан Эликсимах? Ты острословишь перед началом речи, и мне придется во время твоей речи следить, чтобы ты не зубоскалил. А ведь ты мог бы говорить без помех. И Эликсимах, кажется, понимает эту шутку и говорит, не надо так шутить. Потому что понятно, напоминаю вам, что комедия заключается в критике и в изображении глупости. А значит, когда Алистофан говорит это, он показывает глупость своего собеседника и тем самым критикует его. Эликсимах говорит, не надо, не надо, вот тут без шуточек. И помните, что так как Эликсимах назначен симпозиархом, он имеет право себе такое позволить. В смысле так сказать? Да, сказать, перестань, перестань шутить. Сейчас еще более страшное скажет, что он будет следить за речью Алистофана, чтобы тот, не дай бог, не начал шутить. Но шутки там будут. Прямо следить? Ну, в смысле, он будет сидеть рядом и слушать, да. Ну, понятно, что это шуточная угроза, типа, веди себя как надо, мы личные люди. Мы знаем, что ты тут особенный. Подождите, давайте вернемся вот к этому заключению, что прекрасно достигается уродовым. Вот, и как он так опускает Эликсимах? Заключение очень простое. Чихание – это нездоровая реакция. И кота. Она естественная. Не, подожди, подожди. Она нездоровая, люди не икают все время, это болезнь. И кота – нездоровая реакция. Но Эликсимах побеждает подобное подобным. Нездоровое – нездоровым. И тем самым опровергает, собственно, слова о том, что вообще-то подобное притягивает подобное. Намек на педрастию есть? Где? Ну, типа, подобное или подобное? Нет, мы же говорили, что мы можем воспринимать это, но Эликсимаха это не волнует. Так не Эликсимаха, это же не Эликсимах говорит, а Алистофан. А, Алистофан. Алистофан смеется над тем, что говорит Эликсимах, а про педрастию он будет говорить дальше уже сам. И там, я напоминаю вам, это будет отличная шутка. Ты прав, Эликсимах, отвечал он со смехом Эликсимах. Да, и Эликсимах смеется. Это очень будет для нас важно, потому что, по-моему, мы еще не видели смеха здесь. Здесь было всеобщее согласие, но смеха не было. Беру то, что сказал обратно, но следить за мной тебе не придется. Ты дурак, а ну-ка, помолчи, хорошо ты не дурак. Но следить за мной тебе не придется, ибо не того боюсь я, что скажу что-нибудь смешное. И следующий шаг. На самом деле, я не боюсь сказать смешного, потому что он только что сказал смешного. А кого он боится-то? Эликсимаха. Потому что Эликсимах сказал, а ну-ка, и он говорит, окей, я отступаю назад. Но что же ему важно? Это было бы мне на руку и вполне в духе моей музы, от того, что стану посмешищем. Да. И Аристафан говорит, что собирается превозносить свою собственную музу. Он не боится сказать смешное, потому что это в духе его музы. И я возвращаю вас обратно. Есть высокая муза, а есть низкая муза. Высокая муза – это муза урания, а низкая муза – это муза полигимния муза поэтов. Аристафан говорит, сейчас я тебе покажу, кто на самом деле моя муза. Видите, каждый следующий горящий, молча или открыто, не соглашается с предыдущим. Но пока у нас были только глупцы, которые говорят открыто. Павсаний говорит, Федор абсолютно не прав, потом показывает, что прав. Эликсимах говорит, Павсаний, у тебя классное начало, но плохой конец. И совершает преступление еще более худшее. И затем у нас наступает Аристафан, который уже не говорит, что предыдущие были дураками, и ему не нравятся предыдущие речи. Он просто говорит, а ну-ка, сейчас я вам всем покажу. Что с ним? Вы же боитесь, что меня засмеют. Что это? Ну, я боюсь быть смехотворным. Вы понимаете разницу между классическим делением смеяться с кем-то и смеяться над кем? Да. Смеются над кем? Над ничтожным, над неудачником. Смеются кто? Умные люди, которые смотрят на него и тыкут пальцы на него. И говорят, о, смотри. Так вот, Аристафан говорит, я не буду ничтожным неудачником. Я буду тем, кто будет тыкать пальцем и говорит, о, смотри. И что он делает? Тыкает пальцем в Алексимах и говорит, о, смотрите. Аристафан занимается своим искусством. То есть, если Алексимах не может, занимаясь своим искусством, превознести его, а должен превознести его на словах, то искусство Аристафана и есть словесное искусство, занимаясь которым он его и будет превозносить. Хорошо, давайте на этом остановимся и встретимся в понедельник в 10 часов, но не здесь, а в нашей обычной аудитории.